Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще на нас до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезной и интересной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют авто в наличии, либо вакансии нашей компании, все это по ссылочкам, которые будут в описании. Одним из наиболее популярных кроссоверов на территории России долгое время оставалась Honda CR-V. Эта машина в любом из своих поколений, начиная с первого, имела стойкий круг поклонников и пользовалась устойчивым спросом на вторички. А третье и четвертое поколения таких машин до сих пор не то что не теряют в цене, будучи уже давно БУ, но даже исхитряются дорожать год от года. К сожалению, все хорошее имеет свойство заканчиваться. На пятом поколении закончились для российского и европейского рынка и кроссоверы Honda CR-V. Но продолжились в шестом поколении для рынков США и Китая. В нашем сегодняшнем обзоре как раз такой автомобиль. Автомобиль произведен на заводе Honda в Китае. Эта машина для китайского рынка, новая 2023 года и вдобавок гибрид. Встречайте, шестое поколение Honda CR-V, кузов RS. Шестое поколение Honda CR-V в кузове RS появилось в 2022 году. Машина выпускается и по сей день, никаких рестайлингов пока еще не было. Слишком мало времени прошло с начала выпуска. У этого автомобиля всего два варианта силовой установки. Либо обычный бензиновый мотор, полтора литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, выдающий 190 лошадиных сил, либо 193 в зависимости от спецификации рынка. Такие двигатели агрегатируются с вариаторной коробкой передач, передним либо полным приводом, либо гибрид. Гибридная силовая установка состоит из бензинового мотора и электродвигателей. Суммарная отдача 204 лошадиные силы и 335 ньютонометров крутящего момента. Причем гибрид у Хонды весьма интересный. Хонда ЦРВ шестого поколения по традиции прибавила в размерах относительно предыдущего. Длина кузова этого кроссовера теперь 4 метра 69 сантиметров, ширина 1 метр 86, а высота 1 метр 68. Колесная база составляет 2 метра 70, что соответствует таковому показателю у седанов бизнес-класса. Радиус разворота 5,7 метра, а снаряженная масса гибридной версии 1755 килограмм. И это больше, чем у обычной бензиновой машины. Где-то примерно килограмм на 200. Что касается толщины родного красочного покрытия, то эта Хонда ЦРВ окрашена с завода в диапазоне от 85 до 100-106 микрон. Что касается использования легкого металла в конструкции кузова этого автомобиля, среди внешне кузовных панелей алюминиевых деталей нет. Это относится и к капоту, и к крышке багажника, и к крыше самого автомобиля. Ну а теперь чуть-чуть отступим от привычной нити повествования и поговорим про собственные впечатления от автомобиля. Первое, на что обращаешь внимание, подходя к машине, это вес дверей этой Хонды ЦРВ. Ничего общего с предыдущими поколениями здесь нет. Двери очень тяжелые, как на немецких или шведских машинах. При всем при этом закрываются они с очень-очень глухим звуком. А угол открытия дверей у этого автомобиля составляет практически 90 градусов, как и на предыдущем кузове, кстати говоря, обзор на который мы не так давно делали. Когда едешь на этой Хонде ЦРВ, обращаешь внимание на отличную шумоизоляцию и очевидная заслуга в этом двойных боковых стекол. Это триплексы. Не так давно мы могли видеть подобное только в наиболее дорогих автомобилях представительского класса. И подумать о том, что у Хонды ЦРВ когда-то обнаружится подобная опция, было достаточно тяжело. Прежде чем перейти к изучению внутреннего пространства этой новой Хонды ЦРВ, сделаем ремарку касаемо дизайна задней части. Такое впечатление, что дизайнеры этого автомобиля вдохновлялись европейским автопромом. Та часть заднего фонаря, которая располагается на самой крышке багажника, неуловимо отсылает нас к моделям BMW последних лет. А боковая часть заднего фонаря очень напоминает автомобили Volvo. Доступ в багажник этой Хонды ЦРВ можно открыть при помощи ноги. Буквально. Первое впечатление от багажника этой Хонды ЦРВ, как и от багажных отсеков предыдущих поколений, он большой. Погрузочная высота здесь на самом деле небольшая по меркам кроссоверов. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с его линейными размерами. Ширина проема багажника в его средней части 104 сантиметра. Высота от фальшпола до крыши 82. Ширина проема по его наиболее узкой части 103 сантиметра. А полезная длина 95. Для того, чтобы увести больше груза, нужно сложить спинки задних сидений. Сделать это из багажника в данном случае не получится. Не предусмотрено каких-то дополнительных рычажков или кнопок. Складываются сидения вручную и из салона. При этом вы сможете увести здесь груз длиной до метр восемьдесят два. А максимально длинный груз, который можно будет перевести здесь, протолкнув между передними креслами до панели, это два метра семьдесят семь сантиметров. Что касается каких-либо удобств и прочих фишек по багажному отделению. Первое, на что обращаешь внимание, весь багажник здесь отделан ворсовым материалом. Дешевой царапучей пластмассы здесь минимум в месте контакта с грузом. Что предполагает сохранность товарного вида багажника в течение долгого периода времени. Собственно, из фишек здесь есть плафонное освещение на боковых панелях. С левой и с правой стороны крючки, на которые можно подвесить какой-то пакет с грузом. Небольшие ниши справа и слева. Здесь мы видим сабвуфер. С левой стороны 12-вольтовая розетка на боковой панели. И пара крючков для сетки, фиксирующей груз. Под фальшполом в данном случае у нас скрывается формованная пенопластовая емкость, где располагается ремнабор, то есть герметик и компрессор. Запасным колесом гибридные ЦРВ не комплектуются, поскольку место, которое здесь могла бы занимать хотя бы докатка, занято батареей. Кстати, и закрыть багажник этого автомобиля тоже можно с ноги. Ну а теперь к самому интересному. Это салон новой Хонды ЦРВ. Попадая сюда, отмечая, что от предыдущих поколений здесь не осталось вообще ничего. Интерьер этого автомобиля полностью переделан. И при этом весьма интересен по своей стилистике. Доминирующую часть на центральной консоли здесь занимает решетка с вентиляционными дефлекторами в форме сот. Причем управление спрятанными за ней дефлекторами реализовано при помощи очень интересных, в том числе и по ощущениям от работы с ними, своего рода маленьких рычажков. Материалы, из которых изготовлен интерьер этого автомобиля, также добротный пластик. Передние панели здесь мягкие. Дверные карты тоже жесткая пластмасса. Тут только на элементах, которые напрямую с вами обычно не контактируют. То есть на центральной консоли. Что касается посадки в этом автомобиле, кожаное сидение с красной прострочкой весьма удобное в плане своего профиля. Водительское кресло в данном случае имеет электрические регулировки. Плюс память на два положения. Что касается запаса регулировок. При росте 1,86 м, если я отодвигаюсь до упора назад и опускаю сидение максимально вниз, я вытягиваю обе ноги и, по сути дела, едва касаюсь правой ногой педали газа. Так что запас продольной регулировки здесь очень и очень большой. Видимо, сказывается изначальная ориентация этой машины на американский рынок. Стоит отметить, что в отличие от некоторых китайских современных моделей, которые тоже имеют электрические регулировки кресла, здесь есть регулировка подушки по наклону, как в большинстве автомобилей. И это очень удобно. Соответственно, никакого дискомфорта посадки тут не будет. Рулевая колонка тоже имеет регулировки в двух плоскостях. И вылет, и наклон. При этом она механическая, а запас этих регулировок, в принципе, достаточный. Рулевое колесо тоже отделано кожей. Трехспицевое. Руль маленький. И при этом очень хваткий. Эргономичная форма. С тыльной стороны рулевого колеса присутствуют лепестки для переключения виртуальных передач, которые автомобиль будет имитировать. Что касается приборной панели, в данном случае она цифровая. Причем полностью. Нарисованными здесь являются все приборы. Вместо тахометра здесь занимает индикатор резервной мощности, по которому также можно определять, заряжаете вы в данный момент батарею или расходуете ее заряд. Спидометр нарисован в виде привычного аналогового прибора. Разметка до 220 км в час. Внутренний вот цветной дисплей бортового компьютера, на который выводится масса сервисной информации. Плюс показания скорости продублированы еще дважды. По центру приборного щитка в цифровом виде и в виде проекции на лобовом стекле. Подрулевые переключатели в этом автомобиле располагаются ровно там, где нужны. Тянуться к ним не приходится, они привычные и удобные в использовании. Указатели поворота имеют нефиксируемое положение, когда указатель моргает три раза удобно при перестроении, и если надавить его сильнее, то поворотники включатся на постоянку. Самая оптимальная схема. На дверной карте, которая в данном случае у нас еще частично закутана в целлофан, стандартный блок управления стеклоподъемниками. Клавиши небольшого размера. Здесь же регулировка зеркал и центральный замок. Слева от руля клавиша включения-выключения системы стабилизации, кнопка открывания багажника. На самом рулевом колесе у нас три блока клавиш. Левая сторона отвечает за мультимедийную систему. Внизу под звуковым сигналом у нас располагается кнопка включения-выключения подогрева рулевого колеса, а справа все, что относится к круиз-контролю. Круиз, естественно, радарный. Машина умеет выдерживать заданную дистанцию до впереди едущего автомобиля. На трассе опция очень удобная. Плюс эта Honda CR-V умеет держать полосу движения. С непривычки можно долго искать в этом автомобиле, где же включаются камеры кругового обзора. Тем более, что в нормальном положении водителя относительно органов управления этой кнопки не видно. Располагается она с торца переключателя, отвечающего за дворники. При нажатии этой кнопки вы включаете либо переднюю камеру, расположенную за решеткой радиатора, либо направленные вперед камеры, расположенные в боковых зеркалах, которые позволяют вам видеть, что происходит с передними колесами. Очень удобно. Доминирующее положение на передней панели здесь занимает большой дисплей мультимедийной системы. На нем есть, в отличие от многих китайских автомобилей, аналоговые клавиши. Клавиши навигации, основное меню, клавиши назад, переключение треков и ручка громкости. Все это сделано в аналоговом виде. За что конструкторам отдельное спасибо. Естественно, дисплей сенсорный. На нем вы можете выводить много разного рода информации. В данный момент это индикация гибридной системы, заряд батареи, дальность хода и текущий расход топлива. Но автомобиль в данный момент никуда не едет, поэтому ничего здесь не отображается. Сюда же можно прицепить мобильный телефон. Есть опция для аудио-блютуса. Есть и система навигации. Здесь же радио, USB, бортовой компьютер, который высчитывает расход топлива. И здесь же обнуляется настройки часов и так далее. Вплоть до компаса. Внизу под квадратной кнопкой аварийной сигнализации располагается панель управления климат-контролем. Климат здесь двузонный. Все это очень аккуратно и симпатично сделано. Основное управление температурой левой и правой стороны и оборотами вентилятора осуществляется при помощи поворотных удобных ручек. Так что отвлекаться от дороги не придется. Естественно, есть и просто авторежим. Внутрь этих рукояток у нас вписаны цифровые индикаторы. В данном случае скорость вентилятора выглядит все очень интересно. Плюс они подсвечиваются изнутри по ободку. Также у этого автомобиля передние сидения имеют не только функцию подогрева на три степени интенсивности, но и вентиляцию тоже. Боковые зеркала обогреваются. Включается этот подогрев традиционно вместе с подогревом заднего стекла. Еще ниже на центральной консоли мы видим разъем для зарядки мобильных устройств, USB и 12-вольтовую розетку. Плюс вы можете заряжать мобильный телефон через беспроводную зарядку. Тут она тоже присутствует. На большой полочке в передней части центральной консоли. Селектор выбора режимов движения на гибриде именно для китайского рынка выполнен в виде отдельных кнопок. Так же, кстати, как и на японце предыдущей генерации. На американских версиях здесь будет привычный селектор. После некоторой привычки управляться с этими клавишами переключения режимов движения на самом деле становится очень удобно. Стояночный тормоз у нас приводится и выключается при помощи кнопки. Он электронный. Есть функция брейк-холд, когда машина удерживается на месте без нажатой педали тормоза и трогается только по нажатию на педаль газа. Удобно в пробках. И переключатель режимов работы автомобиля. Их четыре. Спортивный, обычный, экономичный и зимний. И при этом включение каждого из режимов сопровождается своего рода анимированной заставкой, которая у вас показывается на том месте, где обычно располагается спидометр. Автомобиль также оснащен системой контроля скорости на спуске с горы. В верхней части салона у нас есть очечник, внутри которого привычный для всех владельцев Honda CR-V. Это панорамное зеркало для наблюдения за задними пассажирами Honda CR-V. Как была семейным кроссовером, так им и остается. И это приятно. Верность традициям. Ну и рядом располагается пульт управления люком. Здесь большая панорамная крыша с электрошторкой. Кстати, у гибридной версии потолок черного цвета. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. У этого автомобиля два подстаканника по центру консоли. Полуквадратной формы есть узенькая полочка, куда можно сложить ключ от машины. Кстати, этот автомобиль оборудован системой автозапуска уже с завода. В центральном бардачке у нас присутствует съемная полочка. Сам бардачок довольно-таки объемный, но никаких дополнительных розеток и чего-то такого в нем внутри нет. А вот основной перчаточный ящик у этого автомобиля именно что перчаточный. И кроме пачки документации сюда не так много чего можно будет положить. Карманы внизу дверных карт очень небольшие по длине и отформованы под две бутылки с напитком. Но и перед тем, как перейти к обзору заднего сидения, поговорим про обзорность с места водителя. У этого автомобиля с этим параметром все в полном порядке. Здесь, и это уже становится непривычным, довольно узкие передние стойки, не ограничивающие обзор при повороте направо и налево. Также полностью видимый капот. Вот это касается и боковых краев, и переднего края также. С парковкой вообще здорово выручают камеры кругового обзора. Проблем с этим не будет. Боковые зеркала по площади могли бы быть и побольше. Но здесь есть система мониторинга слепых зон, а также отдельная камера на правом зеркале, которая вступает в работу, когда вы включаете правый поворотник. В плане парковки никаких проблем с этим автомобилем вы испытывать точно не будете. Кстати, здесь же есть и парктроники. Ну а теперь про заднее сидение. Заранее просим прощения за шуршание целлофаном, но мы клятвенно пообещали владельцу этой новой машины не обдирать его отсюда раньше времени. Само сидение в данном случае плоское. Оно не столь профилированное, как переднее кресло, но имеет точно такую же отделку. Тоннеля на полу в этом автомобиле практически нет. Его высота минимальна и составляет не более полутора сантиметров. Поэтому размещению третьего пассажира здесь ничего не будет мешать. Благодаря наличию панорамной крыши потолок здесь не сказать, чтобы очень высокий. Но именно над тем местом, где у задних пассажиров будет располагаться голова, есть выштамповка в панели потолка. Здесь же присутствуют два светильника, и они сенсорные. Срабатывают от касания. У задних пассажиров есть собственные подогревы, которые включаются клавишами на подлокотнике. Есть две розетки для зарядки мобильных устройств и собственные дефлекторы вентиляции. Что касается запаса пространства и вообще ощущения от посадки здесь, мне при росте метр восемьдесят шесть в положении сам за собой сидеть удобно. Здесь не чувствуется недостатка упора под бедро, то есть высота подушки сидения вполне комфортная. Также большой запас пространства для коленей, порядка шести или семи сантиметров до кресла. При этом его тыльная сторона мягкая, так что даже если рослый пассажир за столь же рослым водителем и будет контактировать коленями с сидением, это не вызовет дискомфорта. У задних пассажиров есть собственный откидной подлокотник, он очень широкий. Здесь два подстаканника. Ну и, конечно, регулировка заднего сидения по углу наклона. Вот это наиболее отклоненное назад положение, практически спальное. Так что в плане комфорта на заднем сидении этого автомобиля все в полном порядке. Плюсом здесь еще служит и панорамная крыша, которая добавляет визуального простора, и низкая линия остекления боковых дверей. Даже при полулежачем положении вы будете видеть, что происходит за окном. Под капотом Хонды ЦРВ 6-го поколения может располагаться два варианта двигателей. Первый для обычных бензиновых машин. Это турбополторашка на 190 лошадиных сил. L15BZ в случае с китайскими автомобилями. У американок маркировка отличается, как водится, одной буквой. Опять же, хондовские традиции. Это цепная рядная четверка с непосредственным впрыском топлива. Такая же устанавливается на Хонды Аккорд последнего поколения. И работает она на таких машинах в паре с вариаторной коробкой передач. Куда интереснее гибридная версия. И здесь опять же есть разница в маркировке для разных рынков сбыта LFA или LFB. Суть это особо не меняет. В качестве сердца гибридной силовой установки здесь используется бензиновый 4-цилиндровый рядный мотор. Его объем 2 литра. Сам по себе он выдает 145 лошадиных сил и 186 ньютонометров крутящего момента. Этот мотор работает по циклу Аткинсона, что позволяет обеспечивать хорошую топливную экономичность на верхах. Но оборотная сторона, такие двигатели развивают очень мало тяги на низких оборотах. В данном случае это несущественно, поскольку в паре с этим ДВС работают еще и электромоторы. Принципиальная схема от Хонды имеет отличие от параллельных гибридов Тойоты, таких как Приус. В данном случае автомобиль имеет три режима движения. Базовый – это электротяга для езды на небольших скоростях, когда батарея не нуждается в дополнительной подзарядке. И в таком режиме шестой ЦРВ может проехать порядка 4-5 километров. Для коротких городских поездок самое то. Далее бензиновый двигатель может использоваться как генератор. В этом случае он заряжает батарею и от него питается тяговый электродвигатель. И третий режим, предназначенный для езды на высокой скорости более 80 км в час, то есть в основном для трассы, это когда бензиновый двигатель соединяется с ведущими колесами через муфту прямого включения. Кстати, коробки передач в привычном понимании у такой ЦРВ нет. Данная схема позволяет кроссоверу иметь очень хорошие показатели топливной экономичности. В городском цикле эти автомобили укладываются в отметку около 7 литров на 100 км пробега. Конечно, это не заявленный производителем 5, но тем не менее, очень даже хорошо. Самое главное, что стоя в пробке на таком автомобиле, вы не тратите бензин вовсе. Ну, разве что на обогрев салона в зимнее время. А вот на трассе этот автомобиль будет, скорее всего, расходовать больше, чем он расходует в городе, за счет того, что большую часть времени у вас будет работать бензиновый двигатель. Ну, а если просуммировать общие мощностные показатели бензинового двигателя и электромотора, то в пике эта комбинация выдает 204 лошадиные силы и 335 ньютон-метров крутящего момента. При этом самое интересное, при вождении машина имитирует работу автоматической коробки передач. Видимо, чтобы владельцам было привычнее. Ну, а перед тем, как посмотреть, что представляет собой шестая ЦРВ снизу, давайте поговорим про дорожный просвет. Кстати, его каталожное значение для этой машины 208 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли это действительности. Самая низкая точка в данном случае у нас находится под защитой моторного отсека. И от нее до асфальта 20 сантиметров ровно. Передний бампер, его самый низкий край, находится от поверхности земли в 24 сантиметрах. Но есть еще резиновые брызговички, самый низкий из которых это 16 сантиметров от поверхности земли. Расстояние до поддомкратника за передним колесом 25 сантиметров ровно. В задней части мерить корректнее не до поддомкратника, а до защиты топливного бака. Здесь расстояние от асфальта порядка 20 сантиметров. Ну а до заднего бампера целых 30, и при этом ниже данного габарита не свисает ничего. Даже банка глушителя здесь подобрана наверх. И еще чуть-чуть про дорожный просвет. Не так много автомобилей, не считая полноценных внедорожников, под которыми при моем росте можно стоять вот так выпрямившись, не цепляясь головой о кузов автомобиля. Но этот к ним относится. Что касается ходовой части. Подвеска у этой машины представляет собой, с кем у Макферсон спереди. При этом шаровые опоры, несмотря на то, что автомобиль очень современный, по-прежнему у нас крепятся болтами к рычагу. И поменять их можно отдельно, не меняя весь рычаг в сборе. Кстати, сайленблоки рычага здесь весьма внушительных габаритов. Естественно, рулевая рейка электрическая. А вот и еще один интересный момент. Если мы говорим про полноприводные гибридные машины от Toyota, такие как, например, Lexus RX Hybrid, то там мы не увидим кардана. А за подключение в работу задней оси будет отвечать отдельный электродвигатель. Такая схема позволяет неплохо себя чувствовать на скользкой дороге при трогании, но фактически бесполезная на бездорожье. Honda пошла другим путем. У этой гибридной CR-V по-прежнему в наличии кардан и задний редуктор. Поэтому в плане проходимости этот автомобиль не уступит бензиновой версии. Что касается переднего стабилизатора поперечной устойчивости, который здесь на самом деле имеет пруд довольно-таки большого сечения, его расположение на подрамнике перед рулевой рейкой здесь таково, что добраться к его креплениям без демонтажа подрамника будет, пожалуй, проблематично. Но необходимость такого вмешательства на этом автомобиле вряд ли наступит в ближайшие несколько лет. Что касается антикоррозийной обработки кузова, здесь интересное наблюдение. Автомобиль для китайского рынка и на кузове мы не видим практически никакой дополнительной защиты в плане антикора, кроме шовного герметика в центральной части кузова. Но ближе к порогам защита все же нанесена, причем по площади. Правда, используется все тот же шовный герметик. Много воды утекло с тех пор, как появилась первая Honda CR-V, но отрадно видеть, что компания по-прежнему продолжает ставить «кардан-уловитель», в кавычках, который должен уберечь вас от неприятностей в случае разрушения подвесного подшипника. С левой стороны мы видим топливный бак. Бак здесь пластиковый, его объем у гибрида 53 литра, что с учетом маленького расхода автомобиля должно быть вполне достаточно. А вот закрыто все это хозяйство материалом типа войлок. И есть большое подозрение, что при эксплуатации в регионах с большим использованием реагентов либо в условиях высокой влажности эти вещи будут набирать влагу. Поэтому при эксплуатации такой машины в России мы бы все же порекомендовали владельцу осуществить антикоррозийную обработку. Что касается задней подвески этого автомобиля, здесь у нас многорычажная схема – три поперечных рычага и один большой продольный. Сайлинг-блоков много, но во всяком случае инженеры компании «Хонда» удержались от использования здесь шаровых опор. Задний стабилизатор поперечной устойчивости по сравнению с передним выглядит очень тоненьким, но доступ для обслуживания к его компонентам полностью открыт. Что касается пружин и амортизаторов, в данном случае они разнесены отдельно друг от друга. Тормоза у этого автомобиля, естественно, вкруг дисковые, стояночный тормоз здесь с электрическим приводом. А что касается антикоррозийной обработки в задней части, никаких изменений по-прежнему, только шовный герметик. Таким получился наш сегодняшний обзор на пока еще очень редкий автомобиль «Хонду» CR-V 6-го поколения в кузове RS. Напоминаем, это гибридная версия для китайского рынка. Первое впечатление от этого автомобиля крайне положительное. Этот CR-V смог удивить практически по всем позициям. Ну а в плане надежности, опираясь на опыт людей, эксплуатировавших предыдущие поколения этого легендарного кроссовера, можно предположить, что все будет нормально. Как минимум до пробегов в 200 тысяч километров, а то и больше. Если вы также являетесь счастливым обладателем CR-V 6-го поколения, неважно в каком исполнении, и накатали на нем уже приличный километраж, вам есть чем с нами поделиться и в чем нас возможно поправить или дополнить, пропишите все это в комментариях нашим подписчикам, такая информация будет интересна. Да и нам тоже. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в дальнейшем. Ну а мы постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь, спасибо вам за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале, пока!